Вот эта наргизистая усылевшая стена и роспись вообще в первозданном состоянии. Обыкновенное чудо за вековыми воротами. Их для нас открыл отец Виктор впервые за много лет. Это Покровская церковь. Именно здесь крестили писателя Владимира Салаухина. Сейчас храм в аварийном состоянии. Строительный материал разбросан по всей территории. Камни буквально сваливаются с колокольни. А на этой стене трещина, в которую легко помещается ладонь взрослого человека. Этим трещинам больше полувека. Их видел еще Владимир Салаухин. Он родился и жил в селе Олепино. Покровской церкви писатель посвятил рассказы и повести. Владимир Алексеевич Салаухин с конца 60-х годов увлекается сбором, коллекционированием православных икон. И тогда к нему приходит такое понятие, можно сказать, касаемо церкви. И некоторые иконы, как раз храма Олепинского, ему тогда удалось спасти. Об этом Салаухин тоже писал в своих книгах. Их бережно хранят в сельском музее его имени. Вот одна из его повестей «Капля росы». Под обложкой воспоминаний из детства уже тогда Салаухин отмечал – церковь надо спасать. Никак нельзя причислить архитектурную постройку, которая всего-то навсего 110 лет памятником старины. И значит, рано или поздно, не очень поздно, она развалится. В музейных архивах хранят редкие фотографии святыни. Так храм выглядел полвека назад. Однокупольный, с трапезной, двумя пределами и трёхъярусной колокольней. В 30-е годы его закрыли. Об этом нам рассказала Елена. Дочь Владимира Салаухина живёт в родовом доме семьи. В ста шагах от Покровской церкви. Елену, как и её отца, тоже крестили здесь. Мне было, ну сколько, ну, около трёх лет. Что вот из деревенского дома я вдруг попала, как будто бы, в какой-то сказочный дворец. Внутри храма был красивейший иконостас. Сторожилы говорят, росписи блестели на солнце так, что захватывало дух. Новость о том, что храм обретёт вторую жизнь, Елену воодушевила. Этого события ждут все олепинцы. Они надеются через два года зажечь в церкви свечи. В честь столетия со дня рождения знаменитого земляка Владимира Салаухина. Когда здесь сломали ограду, хотели сломать и церковь. И отец церковь просто отстоял. Он потом говорит, ну, с одной стороны, вот смотреть на неё, ну, вот она разрушается, ветшает. Там же хранили мясо. В общем, это было ужасное всё. Но он всегда надеялся, что её, в конце концов, восстановят. Теперь Покровская церковь в списке объектов культурного наследия. Высокий статус позволил включить храм в проект Министерства культуры. Документы подготовили специалисты администрации региона и РПЦ. Прежние предпринимались попытки её консервации. Остатки мы видим по кровле, по оконным проёмам. Но, к сожалению, всё это делалось кустарно, всё это делалось как-то, может быть, в ППХ и наспех. Мы очень надеемся на то, что мы сможем увидеть отреставрированную церковь. Тендер опубликован на сайте госзакупок. За 10 миллионов рублей подрядчик должен разработать документацию и провести в храме противоаварийные работы. Сдать объекты должны в следующем году. Центральные научно-производственные проектные мастерские. Организация, которая имеет опыт реставрационных работ, вполне может с ними справиться. Они не являются очень сложными, очень уникальными. Но они имеют очень большую значимость, потому что они фактически способны спасти объект. В проект Министерства культуры вошли ещё три храма. Это Казанская церковь в Меленковском районе, Никольская в Суздальском и Петропавловская в Юрьевпольском. Наталья Забнина и Вячеслав Сноровкин.